15 лет назад вышла игра Black & White от Питера Мулинье. Своей необычной концепцией она привлекла внимание даже тех, кто не любил стратегии, толком ничего не слышал о симуляторах бога и не знал, что такое популус. Сейчас такие игры почти не делают, поэтому мы решили вспомнить лучших представителей этого непростого жанра. Может быть, кто-то откроет их для себя и на своей шкуре ощутит, как трудно быть богом. В 1989 году студия Питера Мулинье под названием Bullfrog Productions выпустила игру, которая фактически основала новый жанр — симулятор бога. В популус на протяжении пяти сотен уровней мы выступаем в качестве божества, которое ведет своих последователей против неверных. Те управляются, соответственно, другим богом. Чтобы их победить, нужно увеличивать количество сторонников, а для этого приходится выступать в качестве крепкого хозяйственника, вести застройку территории, возводить здания. Правда, управлять напрямую подопечными нельзя. Более того, в популус впервые появились элементы терраморфинга. Некоторые участки земли нужно сначала выравнивать, чтобы потом построить там что-нибудь. Вообще, ландшафт и различные пейзажи на картах — пустыни, скалы, снег и так далее — прямо влияли на игровой процесс. Ну и, конечно, не обошлось без по-настоящему божественных возможностей. Используя свою нечеловеческую силу и тратя на неё манну небесную, игрок мог вызывать землетрясения, создавать вулканы и творить прочие чудеса. Во второй части, выжедшее в 1991 году, количество подобных разрушительных возможностей, то бишь божественных заклинаний, значительно увеличилось, как и количество карт и качество графики, а мы уже выступали в роли вполне конкретного бога — Зевса, и помогали ему взойти на вершину Олимпа, одолев по пути других божественных конкурентов. Третья часть серии вышла в 1998 году под названием Populous the Beginning. Игра перешла в полное 3D и предложила уже покорять целую звёздную систему. Мы путешествовали от одной планеты к другой, и на каждой наша шаманка, лидер племени, должна была покорить соседей с помощью своих последователей и, естественно, с помощью разрушительной магии. В игре также использовался полностью изменяемый ландшафт. Серия Dungeon Keeper За год до третьей части Populous, то есть в 1997 году, от Bullfrog Productions вышла ещё одна игра в этом жанре. Но назвать её скорее хотелось симулятором не бога, а чёрта, ну или там дьявола. В Dungeon Keeper мы управляли своими последователями и боролись с конкурентами, выступая в роли рогатого, злобного хранителя подземелья. Его цель — собрать в своих подземных чертогах всяких тварей и монстров и с их помощью победить других хранителей, а также разорить на карте мира окрестные земли добрых людишек. Кроме того, приходится давать по кумполу светлым героям, которые периодически спускаются в логово. Можно ставить ловушки, натравливать на них злобных миньонов, пытать, бросать в тюрьму, использовать различные заклинания, в общем, делать всё, чтобы они не добрались до сердца подземелья и не разрушили его. В отличие от Populous, Dungeon Keeper — игра менее серьёзная, а местами даже и откровенно шуточная. Всё происходящее весело комментирует невидимый рассказчик, подопечных нужно кормить цыплятами и даже какое-нибудь существо можно превратить в цыплёнка. И тем не менее, игровой процесс проработан очень серьёзно, открывая массу интересных возможностей, вплоть до превращения игры в шутер, когда вы вселяетесь в одного из подопечных и начинаете бегать по казематам с видом из глаз. Самое главное, практически все существа, которые приходят к вам на службу, обладают своими повадками и даже своим характером. Более того, некоторые не уживаются друг с другом, и вам приходится выполнять определённые условия — возводить для них специальные постройки, мастерские там или библиотеки, кормить, следить за настроением и учитывать, что колдуны ненавидят вампиров, а сексапильная госпожа с плёткой никогда не придёт к вам, если не поставите камеру пыток. Впрочем, игрок и сам с помощью костлявой руки судьбы всегда может отшлёпать подопечного, чтобы тот быстрее работал. Сиквел вышел через два года. Там появилась полностью трёхмерная графика, второй ресурс, мана, новые комнаты, например, казино — новые существа, заклинания и герои. С тех пор мы каждый год ждём третью часть Dungeon Keeper, но пока не дождались. А вот разнообразные клоны и последователи выходят регулярно, но пока повторить успех оригинала никому из них не удалось. Серия Black & White В 2001 году со стапелей всё той же Bullfrog Productions сходит игра Black & White. Она стала своеобразным продолжением и развитием идей, заложенных Питером Мулинье в Populous и Dungeon Keeper. Здесь мы тоже выступаем в качестве божества, которое управляет, правда, не напрямую, своим племенем последователей, расположенным на небольшом острове. И точно так же в процессе особое внимание уделяется божественной магии. С её помощью можно, например, вызывать дождь для ускорения всхода урожая, добывать ресурсы силой мысли или, наоборот, пускать молнии и огненные шары, уничтожающие всё на своём пути. Для активации заклинаний приходится рисовать в воздухе определённые символы. Как и в Populous, для сотворения этих чудес нужна мана, а пополнить её запасы можно, увеличив число последователей. Точнее, тех, кто в данный момент молится вашему божественному величеству в специальном храме. Там же можно приносить себе жертвы. Например, швырнуть на алтарь ребёнка, чтобы мгновенно восполнить запас маны. А можно этого и не делать. Именно наличием выбора между добром и злом Black & White и отличается от предыдущих игр Bullfrog Productions, предваряя в этом смысле моральные дилеммы в серии Fable. Практически в каждой ситуации можно поступать по-доброму или по-злому, спасая или убивая, и это прямо влияет на отношение к вам подданных. А два советника, дедушка с нимбом и демон, периодически нашёптывают в ухо и склоняют к тому или иному решению. Кроме того, в Black & White у нашего божества появилось конкретное воплощение, правда весьма специфическое. Это может быть огромная корова, обезьяна, крокодил, овца или какое-нибудь ещё животное. В общем, с юмором у Питера Мулинье и тут всё в порядке. Существо нужно воспитывать, по методу кнутая пряника, избивая, как в Dungeon Keeper, или наоборот поглаживая за совершение определенных поступков, например, за употребление людей в пищу. Соответственно, существо, как собака Павлова, запоминает реакцию и старается в дальнейшем делать так, как вам нравится. В 2005 году вышла вторая часть Black & White, и она стала более традиционной, что ли? Появились элементы стратегии в реальном времени, позволяющие тренировать войска и управлять ими, более акцентированный сюжет, стандартный интерфейс и вполне традиционные племена народы — греки, викинги, японцы и ацтеки. Впрочем, основные фишки игры — существа, заклинания, выбор между добром и злом — остались на месте. Evil Genius Стратегия Evil Genius, выпущенная в 2004 году Elixir Studios, — это тот же Dungeon Keeper, только что называется в профиль. Тематически это не шуточная фэнтези, а пародия на Бондиану и прочие шпионские фильмы, во многом напоминающие комедию Остин Пауэрс. Вместо хранителя подземелья тут у нас злой гений, вместо катакомб — секретная база, расположенная на тайном острове. А вместо демонов и вампиров на службе зла находятся ученые, наемники, дипломаты, снайперы и прочие приспешники. Точно так же мы должны творить всякие злодеяния на карте мира — в данном случае воровать картины и деньги, похищать людей и так далее. Это увеличивает репутацию злого гения и заставляет различные спецслужбы активнее посылать на базу своих агентов. Чтобы противостоять им, нужно отстраивать базу, ставить ловушки и собирать под свои злобные знамена как можно больше миньонов. Причем помимо обычных, есть еще особые приспешники с уникальными способностями. Один из них, например, способен повергать в панику одним лишь взглядом, а другой может включить музыку гетто и заставить агентов следовать повсюду за ним, пританцовывая. Главное, что переняла Эликсир Студиос от Dungeon Keeper — это индивидуальность каждого типа миньонов и агентов. У всех у них есть свои характеристики усталости, лояльности, сообразительности, ловкости и здоровья. От этого зависит их поведение, эффективность и то, сбежит ли, например, миньон с базы, похитив часть денег из хранилища. Характеристики вражеских агентов можно снижать, используя против них особых социальных миньонов, например, дипломатов, корреспондентов и даже плейбоев. А чтобы победить одного из суперагентов, Екатерину Медведеву, достаточно просто избить у неё на глазах её плюшевого мишку. Забавная, в общем, игра получилась. Спор Создатель серии The Sims Уилл Райт — человек такой же творческий, склонный к экспериментам и новшествам, как и Питер Мулинье. И это он наглядно доказал своей игрой Spore, которая вышла в 2008-м. Фактически, перед нами симулятор эволюции жизни, который включает в себя элементы разных жанров и разных игр. Spore похожа и на ту же Populous, и на Civilization, и на Мастера Варайен, и на симулятор брачных танцев, и на уникальный редактор генной инженерии. Начинается всё в космосе, на одной из планет, где вы управляете простейшим микроорганизмом. Жрёте себе подобных, купите баллы ДНК, ищите с помощью брачного зова партнёра и откладываете икринки. А потом, в специальном редакторе, лепите своё уникальное чудо-юдо, уделяя особое внимание рту. В зависимости от его типа, существо будет хищным, травоядным или всеядным. Именно на этом этапе определяется тип развития ваших существ в будущем. Затем это чудо-юдо выходит на сушу, где оно строит гнездо, купит баллы ДНК, ищет фрагменты для генного редактора, сражается с другими существами или же пытается дружить с ними, танцуя и кокетничая. Но главное, оно постепенно развивается, увеличивая объём мозга. Когда мозгов окажется достаточно, существо сможет создать собственное племя и начать активно взаимодействовать с другими поселениями. Тут уже игра больше похожа как раз на попьюлос. Интересно, что для мирного решения проблем с соседями можно снабдить свой отряд музыкальными инструментами и отправить их спеть или дистанцевать. Юмору Райд, как видите, тоже учился у Мулинье. После объединения племён начинается этап цивилизации, когда вы управляете целым государством, строите, развиваете и покоряете города. Причём в зависимости от ваших предыдущих действий, государство это будет либо военным, либо торговым, либо религиозным. Добившись военного или экономического могущества, вы улетаете в космос, где можно исследовать галактику, строить колонии, выполнять задания других рас и копить деньги на мегадвигатель, чтобы долететь до центра галактики. В Spore ещё масса нюансов и особенностей. Игра действительно получилась единственной в своём роде. И, кстати, режиссёр ледникового периода Крис Уэдж вроде бы собирается снять по ней анимационный фильм. From Dust From Dust 2011 года выпуска. Ещё один симулятор бога от известного и талантливого геймдизайнера, на этот раз от Эрика Шайи, автора культовой Another World. Здесь он довёл до ума концепцию терраморфинга и управления силами природы, заложенную ещё в Populous. Собственно, вокруг этого вся игра и строится. Действие разворачивается на Земле, но в данной версии наша планета крайне негостеприимна. Постоянно извергаются вулканы, идёт эрозия почвы, чуть ли не на глазах формируются горы со всеми сопутствующими последствиями. Происходят цунами и пожары. Игра разворачивается в открытом мире и предлагает одну из самых сложных симуляций природы в реальном времени. Здесь всё постоянно изменяется, так что всё время приходится быть начеку и подстраиваться под новые обстоятельства. В любом случае, на каждой из 13 локаций неизвестного архипелага нам нужно уберечь примитивное племя людей от всех этих напастей и катаклизмов, посланных матушкой природой. Для этого опять же управлять божественными силами, придерживать лаву, останавливать бушующую воду, осушать озёра, поднимать горы, выращивать леса и так далее и тому подобное. Чтобы всё это стало реальным, специально для игры было создано несколько уникальных технологий. Реус Интересный представитель жанра от независимых разработчиков, выпущенный в 2013 году. В Реус есть и терраморфинг, и управление силами природы, как в Populous или From Dust, и крупные существа, являющиеся по сути воплощением вашей божественной сущности, как в Black & White. Но при этом игра выглядит весьма оригинально. Мы управляем четырьмя сущностями, элементалями стихий. Один может создавать горы и пустыни, второй выращивает леса, третий сотворяет морскую гладь, а четвёртый вообще способен превратить всё в болото. С их помощью мы поначалу формируем ландшафт, чтобы на нём появилась жизнь. А потом, когда появляются люди, начинаем помогать им добывать разные ресурсы и осуществлять различные проекты, вроде постройки порта или амбара. И всё для того, чтобы людишки были довольны и счастливы. Впрочем, от людей порой возникают одни проблемы. Чем больше помогаем одним, тем больше им завидуют другие, и тем сильнее они хотят объявить войну, а это новые проблемы. Поэтому вполне возможно, кому-то захочется не помогать людям, а наоборот, уничтожить какое-нибудь племя и обратить своё божественное внимание на другое. Игра получилась динамичной, но вместе с тем достаточно глубокой. Во многом Реус напоминает настолки. Партии здесь длятся по полчаса-час. При этом многое построено на системе достижений, в духе с заработой 500 единиц богатства за отведённое время. Получили ачивку, открыли новый навык и новые возможности.